Друзья, рада приветствовать вас на своем канале Как Вязать. Чтобы смотреть все мои новые видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не забывайте ставить лайки, друзья. А сегодня с вами будем вязать вот такой красивый базовый узор с продольно-поперечной ребристой структурой. Идеально сочетается, на мой взгляд, вот с такой резинкой. Оставлю обязательно ссылку внизу в описании под видео, как вязать такую резинку. И в конце видео также оставлю ссылку. Изнаночная сторона очень аккуратная. Ну а лицевая просто великолепие. Посмотрите, как играет пряжа за счет вот этих продольных и поперечных структур. Посмотрите, вот рукав, например, будущего вашего джемпера или пуловера, кардигана, просто великолепно. В моем образце скомбинировано два узора. Это полупатентный узор и из ребристых полос узор. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем, одна изнаночная и теперь лицевая патентная. и изнаночная. И далее из ребристых полос у нас идет узор. Пять петель. Пять лицевых петель нужно провязать. И далее снова полупатентный узор из семи петель. Одна изнаночная, одна лицевая патентная, то есть вы видите, мы провязываем ее на ряд ниже. Изнаночная, лицевая патентная, изнаночная и еще одна лицевая патентная. И изнаночная. И снова из ребристых полос узор. Пять лицевых. То есть, смотрите, друзья, вы берете, компонуете столько полос, сколько вам требуется для вашего изделия. Я вам показываю базу, а далее уже можете скомпоновать любое количество полос и сделать, например, как я, симметричным, а возможно и другая у вас будет симметрия, другая компоновка этих узоров. Сейчас мы вяжем полупатентный узор. Семь петель. Снова ребристый наш узор. Пять лицевых. И в конце ряда у нас три петли патентного узора для симметрии мы провяжем. И кромочную закроем изнаночной. Все. Первый ряд провязали. Второй ряд изнаночный ряд. Снимаем петлю кромочную. И далее в полупатентном узоре мы провязываем все по рисунку. лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. А в ребристом узоре мы провяжем снова пять лицевых петель во втором ряду. Далее у нас идут семь петель патентного узора. Мы вяжем по узору. Лицевые лицевыми петлями, а изнаночные изнаночные. После этого у нас снова пять петель ребристого узора. Мы провязываем их лицевыми. Все пять петель. То есть узор очень легкий. Полупатентный узор вы провязываете все по узору. А в ребристом во втором ряду пять лицевых петель. И так до конца ряда. Кромочную изнаночной закрыли. Второй ряд провязали. Третий ряд. Кромочную снимаем. Полупатентный узор. Три петли у нас в начале ряда. Дальше пять петель мы вяжем лицевыми в третьем ряду. Ребристый узор у нас пять лицевых петель. И дальше у нас идет семь петель патентного узора. Одна изнаночная, одна лицевая патентная. Одна изнаночная, одна лицевая патентная. Снова изнаночная, лицевая патентная, и изнаночная завершаем. Дальше 5 лицевых петель ребристого узора. Мы сейчас в третьем ряду с вами и 7 петель патентного узора. Изнаночная лицевая патентная, изнаночная лицевая патентная. То есть патентную петлю мы вяжем с вами на ряд ниже, Чтобы не вязать с накидами, здесь все проще, когда мы провязываем петли на ряд ниже. 5 лицевых петель. И в конце ряда 3 петли у нас патентного узора. Изнаночная лицевая, патентная изнаночная и кромочную изнаночной. Три ряда провязали. Теперь смотрите, в четвертом ряду изменение небольшое. Кромочную сняли, лицевая, изнаночная, лицевая. Это 3 петли патентного узора. Теперь 5 петель мы провязываем изнаночными. То есть с 1 по 3 в ребристом узоре мы вязали лицевыми 5 этих петелек. А сейчас мы провязали изнаночными. И дальше по узору, патентный узор, 7 петель мы провязываем по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. После этих 7 петель у нас снова ребристый узор. Мы вяжем 5 изнаночных петель. 5 изнаночных петель. Смотрите, чтобы вам было проще, я внизу в описании под видео оставлю попетельно, как вязать вот эту комбинацию узоров, чтобы вам было еще проще разобраться с рисунком. Ну, вы видите, что здесь просто узор очень простой, а результат просто великолепный получается. Модный, стильный узор. Так, провязали. Теперь 5 ряд. Кромочную снимаем. Дальше 3 петли патентного узора. Изнаночная, лицевая патентная, изнаночная. И мы снова ребристый узор в пятом ряду вяжем все 5 петель изнаночными. 1, 2 изнаночная, 3, 4 и 5 изнаночная петля. Дальше патентный узор. Изнаночная, лицевая патентная, изнаночная. Лицевая на ряд ниже провязываем. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. И изнаночная. Дальше снова у нас ребристый узор. 5 изнаночных петель провяжем. 3 изнаночная, 4 и 5. И патентный узор изнаночная, лицевая патентная, изнаночная. Лицевая патентная, изнаночная. Лицевая патентная, изнаночная. И ребристый наш узор 5 изнаночных петель. И в конце ряда 3 петли у нас для симметрии патентного узора. То есть мы взяли здесь 3 петельки, добавили для симметрии. Начинается у нас с 3 петель патентного узора и заканчивается ряд 3 петлями патентного узора. И 6 ряд заключительный. Кромочную сняли, 3 петли по рисунку лицевые, лицевыми, изнаночными, изнаночными. И ребристый узор мы также 5 петель вяжем изнаночными. То есть дальше у нас снова идет 7 петель патентного узора. То есть мы повторяем лицевые, лицевыми, изнаночными, изнаночные. И ребристый узор это 5 изнаночных петель вяжем. И так до конца ряда. То есть смотрите, получается с 1 по 3 ребристый узор мы вязали все петли по 5 петель ребристого узора лицевыми. А с 4 по 6 изнаночными. А патентный узор повторяем. То есть у нас изнаночная сторона в патентном узоре. Мы повторяем по рисунку. Лицевые, лицевыми, изнаночные, изнаночными. А в лицевом ряду мы вяжем 1 изнаночная, лицевая, патентная. 1 изнаночная, лицевая, патентная. И так 7 петелек. Вот и все, друзья. Узор очень легкий. Но вы видите, что он очень красивый. Современный. Патентная вязка сейчас просто на пике моды. С репристой структурой она очень здесь хорошо гармонирует. Друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня все, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok